Девочка-пай Полки идут стеной, красиво держа строй, И гордо шелестят знамена. Комбаты рядовой, единою судьбой, Мы связаны с тобой, друг мой. Служит России суждено тебе и мне, Служит России удивительной стране, Где солнце новое встает, На небесине плечом к плечу идут российские войска. Уважаемые жители и гости поселка Белиджи, Проходя множество раз по улицам любого города, населенного пункта, Люди и не замечают их наименований. Если, конечно, им не нужно найти конкретное здание. Однако названия каждой из них могут рассказать О той или иной дате событий, личности и даже эпохи. Уж точно понятно, что те или иные названия улицам дают не случайно. Сегодня нам выпала честь назвать одну из главных улиц поселка Белиджи Протяженностью в 2000 метров Именем нашего земляка, генерал-майора воздушно-космических сил Российской Федерации, Действующего командира, заслуженного военного летчика Российской Федерации, Кавалера Ордена за военные заслуги перед Отечеством, Гаджиева Тагира Минетуллаховича. Указом президента Российской Федерации от 22 февраля 2017 года Под номером 83 приказом министра обороны Российской Федерации А от 22 февраля 2017 года под номером 114 присвоено звание Генерал-майор воздушно-космических сил Гаджиеву Тагиру Минетуллаховичу. В настоящее время Тагир Минетуллахович является первым заместителем Командующего армией воздушно-космических сил в городе Ростов-на-Дону. Родовые корни Гаджиева Тагира и селения Штул Курахского района. В 1977 году окончил Беличинскую среднюю школу с отличием. В том же году поступил в Ставропольское высшее военно-авиационное училище Летчиков и штурманов имени маршала авиации СУЦА И окончил его с красным дипломом. В должности командира эскадрильи поступил в военно-воздушную академию Противовоздушной обороны и окончил ее золотой медалью в 1992 году. Командовал учебным центром боевого применения авиации в городе Астрахань. После прохождения подготовки на специальных курсах Генерального штаба Российской Федерации Назначен заместителем командира дивизии Читинской области. В 2011 году командир дивизии Воздушно-космических сил В Сибирском военном округе Российской Федерации. Являлся генеральным директором Открытого акционерного общества Авиакомпании Астраханские авиалинии. Генеральным директором Открытого акционерного общества Международный аэропорт Волгоград. Военным комиссаром Республики Северная Осетия Алания. Летчик высшей квалификации Летчик-снайпер Освоил типы самолетов Су-15, МиГ-25, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Су-30СМ На его счету более 3000 часов полета. Район, где жил и учился в школе Это славный Дербинский район и поселок Беличи. Сегодня нас радует своим присутствием Глава администрации Дербинского района Челилов Магомед Халилович Руководитель, который обеспечивает Четкое руководство И ставит ясные цели Ценит людей И прежде всего честный, уравновешенный Умеющий выстраивать отношения И создавать команду Жители Дербинского района Желают вам дальнейших профессиональных достижений Реализации самых грандиозных проектов Успехов во всех начинаниях Будьте здоровы, уверены в себе Счастливы и благополучны Салам алейкум, дорогие жители поселка Беличи Сегодня на самом деле прекрасный день Вот мы в мае месяце Приветствовали нашего малого генерала Тагира Аминатуллаховича Человек, который указом президента Российской Федерации Получил это звание Генерал это высшее звание Это, можно сказать, счастье Жизнь, которой удостаивается не каждый человек Наш ведущий здесь сказал Все почеты, все эти характери Патриотизма, который проявляет наш генерал На самом деле, будучи в моем месте Я с ним знаком, видел Человек из земли, человек простой Человек, который долгое время Желал, мечтал, делал все Для того, чтобы дошли к своей силе Сегодня мы делаем доброе дело Чтобы наша молодежь знала своих патриотов Знала тех людей, которые достойны На кого сравняться Поэтому было предложение от жителей Белиджи От главы поселения Аминза Габуллаховича Чтобы назвать эту улицу Чтобы люди знали своего генерала Чтобы знали своего патриота И знали человека, который сегодня защищает Не только интересы нашего района, республики, России На мировом уровне Сегодня он, где бы ни был, защищает интересы Российской Федерации И вот по этой просьбе По просьбе Раминза Габуллаховича И жителей Мы решением собрания Депутаты вынесли такое постановление И с сегодняшнего дня Эта улица названа в честь нашего генерала Гаджиева Тагира Аминза Аминза Габуллаховича Но мы, в свою очередь, еще раз Будем уже, как бы, на будущий год Делать планы Для того, чтобы улица была, на самом деле Более красивая И, словно, люди знали эту улицу И, как бы, патриоты нашей Белиджи Равнялись на действующего нашего патриота Всех хочу поздравить Родных, близких хочу поздравить С сегодняшним мероприятием Хочу пожелать Белиджицам Чтобы всегда они были на высоте И вот таких патриотов у них было больше С праздником! Слово имеет Полномочный представитель главы Республики Дагестан В Южном территориальном округе Муслимов Энрик Селимович Честолюбие, инициативность и гибкость Коммуникабельность Высокая компетентность в решении рабочих проблем Высокий уровень самоконтроля Все эти и многие другие качества Присущи Энрику Селимовичу Уважаемые жители поселка Белиджи Уважаемые жители Твербенского района От всей души, искренне От имени главы Республики Дагестан Васильева Владимира Абдуалевича От себя лично поздравляю всех С сегодняшним праздничным мероприятием Это и праздничное, и историческое мероприятие Историчность этого мероприятия заключается в том Что все, находящиеся здесь через определенное время Заменят другие поколения И проходя мимо Или по этой улице Посмотрят и спросят Кто такой генерал Гаджиев И найдутся очень много людей Которые объяснят, кто он такой Как он стал генералом И почему в его честь названа сегодня улица Кстати, одна из самых лучших Главных улиц поселка Белиджи И это правильно Потому что этот человек Своим именем, своим трудом Православил Белиджи Твербенский район Каждый считает Что генерал Гаджиев Это их и Курахский район Там другие районы Но впервые И когда он приехал Чествование самое грандиозное Было именно в Твербенском районе Во главе с Магомедом Халиловичем Поэтому я хочу ему сказать спасибо И за то чествование Потому что неоднократно Пока он находился здесь И он это все чувствовал И выражал благодарность Он достойен этого Я хочу выразить слово благодарности Всем его родственникам, братьям Всем тем, кто Имел отношение к нему К его воспитанию Это на самом деле Пример для подражания Для всех Вот у нас юно-армейцы Под руководством Нашего уважаемого Алия Исламовича Вот они Будущие генералы Чем не пример Сегодня Живой генерал Действующий генерал Кстати Могу сказать Что в моей памяти Это единственный человек Который ушел на пенсию Вернулся И получил генерала И кстати Тоже Хочу всех поздравить Буквально С мая месяца Как он приехал сюда Как мы познакомились Близко И вот за этот короткий период Он сделал еще Одно повышение По служебной лестнице Сегодня он Как уже было объявлено Первый заместитель команды Южным военным округом Это очень большая должность Высокая должность Это говорит о том Что простые Обычные Мальчики Которые вышли Из сельских поселений Таких же Как и Белиджи Возможно Если упорно будете Учиться Трудиться Вполне есть Возможность Вполне есть Условия Что вы станете Генералами Адмиралами Руководителями И так далее Я хочу еще раз Поздравить всех Сегодняшним мероприятием Я знаю Что И Гаджиев Генерал Достойны вас И вы достойны его Уважаемые друзья Следует отметить Действительно Помнить надо Что наш Уважаемый Энрик Селимович Также Является Генерал Майором Поблагодарим его За то Что нашел время Присутствовать На церемонии У нас В поселке Белиджи Спасибо Слово для приветствия Предоставляется Главе Городского поселения Поселок Белиджи Человеку И руководителю С высокими Моральными Принцами Отзывчивому Доброжелательному Оптимисту И уверенному В собственных силах Габиблаеву Рамис Габиблаевичу Рамис Габиблаевич Спасибо Слава Мирданович Уважаемые гости Дорогие Белиджинцы Сегодня Нашего поселка Один из ярких Знаменательных дней Мы сегодня Именуем Один из центральных Улиц нашего поселка Именно Генерал Гаджим Хочу сказать Что мы Не только мы Жители поселка Гордимся Генерал Гаджим Им гордится Весь Дагестан И все Дагестанцы Что сегодня Здесь такой Прекрасный Выходец Нашего поселка И Я думаю С всеми Совместными усилиями Мы благостроим Эту улицу И она будет Для нас Для всех Один из образцовых Улиц нашего поселка И Последствием Мы будем проводить Всякие мероприятия Именем Генерал Гаджим Чтобы наша молодежь Чтобы наше Подоставшее поколение Знал своих Героев Своих ведущих Людей И чтобы они Равнялись им Чтобы они взяли С него пример Патриотизма И силы духа И конечно Мы сегодня Решением Хотел бы Звучить На основании Решения Собрания Депутатов Городского поселения Постанавливаем Назвать именем За службу Военного летчика России Кавалера Ордена За военные заслуги Педотечеством Генерал-майор авиации Российской Федерации Гаджиево Тагира Метухлаховича Улица От памятника Неизвестного солдата До границы Селским поселением Кулар Дербенского района Назвать именем И хочу вручить Старшему брату Альбер Метухлаховичу Чтобы Передал Самые теплые пожелания Старшему брату Нашему Тагире Славовичу Мой генерал Ты прошагал Тысячи верст Мой генерал Ты и не знал Нежность и звезд И конечно Хотел бы всех Поздравить С наступающим Новым годом Пожелать всем Крек по здоровью Пока получи радости Чтоб в каждом доме Царило добро И семейное счастье С Новым годом Спасибо Роман Забилаевич Слово Имеет Учитель Наставник Тагира Минетуллаховича Директор Средней Обшообразовательной Школы Номер 3 Махмудов Махмуд Зейдулаевич Заслуженный Учитель Республики Дагестан Человек С высоким Уровнем Образования Широтой Взглядов С высокими Моральными Стандартами Отзывчивый Заботливый Доброжелательный И ему присущи Такие качества Как преданность И надежность Честность И доверие Уважение И умение Сопереживать Это докажут И его Выпускники И ученики Спасибо Уважаемые Жители Поселка Белиджи Уважаемые гости Мы Все Белиджинцы Все Жители Дельбенского Района С гордостью Восприняли Указ Президента России О присвоении В феврале Месяце Звание Генерала Майора Нашему Земляку Тагиру Митулаховичу Гаджиеву Он Выходец Нашего Поселка Уроженец Прекрасной Семьи Его Три Брата Сейчас Трудятся В поселке Белиджи Альберт Мусабек И Гаджи Вы все Прекрасные Знаете Они занимают Прекрасное Место В поселке Имеют Авторитет Уважение Мужество И нашими Друзьями Являются Когда-то Их старший Брат Тагир Менитулахович Был Таким же Как эти Учащиеся Учился В средней Школе Поселка Белиджи Был в школе Примерным Самым достойным Учащимся Занимался Спортом Всю жизнь Мечтал О небе Хотел Стать Летчиком Он С отличием Окончил Школу Номер один Поселка Белиджи Тогда была Школа Одна На весь Поселок И около Сотни Учителей Работали В этой школе В том числе Мне довелось Молодым Учителям Работать Среди многих Учителей В этой школе В этой школе Городов Дербент, Дагестанские огни и Дербентского района Республики Дагестан Кулиеву Адиль Али Исламовичу. Уважаемый Адиль Али Исламович. Спасибо. Я сегодня буду выступать не как военный комиссар, больше как его близкий друг, дорогие мои. Дербентский район должен гордиться своими земляками. Пример тому Тагер Минатулакович Гаджиев. Я с этим человеком знаком не один десяток лет, знаю его как человека отзывчивого. В первую очередь он большой буквы человек, потом уже профессионал. Про его боевой путь рассказали здесь. Я хотел бы обратиться с жителем поселка Белиджи, руководителем образовательных учреждений. У вас есть пример, на котором вы должны воспитывать молодое поколение. Вы знаете о том, что по инициативе министра обороны Российской Федерации у нас создано военно-патриотическое общественное движение, юная армия в России, в Дагестане. Это движение, возглавляя я, мы начали работу свою проводить, осуществлять именно с Дербентского района. Из-за этого я сегодня и Тагер Минатулакович говорил, и сегодня я еще раз хочу повторить, выразить слова благодарности главе администрации Дербентского района, Дерилову Магомеду Халиловичу за оказанную помощь. Он первым отозвался, помог нам сшить форму, организовать во всех школах отряды. Я думаю, дальше мы будем развивать вот это движение. Это движение создано для того, чтобы в первую очередь прививать любовь к своей родине. Бериджинцы, дербенцы, жители Дербентского района всегда были патриотичны. Не зря статистика такова, что при отборе военно-образовательных учреждений профессионального образования Дербент и Дербентский район отбирают больше всех в республике. Вы знаете, ежегодно мы отбираем более 200 человек, более 100 человек поступает у нас в военно-образовательные учреждения профессионального образования. Это высокий результат не только по Дагестану, но и в масштабе Российской Федерации. И это все выполнимо только по условию, если есть такое отношение со стороны главы администрации. Спасибо, Магомед Халилович, за помощь, с которой вы оказываетесь вопрос в военно-патриотическом воспитании молодежи. Вы знаете, сейчас говорили о том, что Энек Селимович наш генерал, да. Энек Селимович, кроме этого, я избран, чтобы вы все знали, председателем попечительского совета Дагестанского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Он сегодня нам оказывает помощь для того, чтобы мы прививали любовь у детей к истории нашему, а история у нас богатая. Вы знаете, лучше Дербентского района, говорят все, нет района в Дагестане. Дагестан является жемчужиной России, а Россия это самая богатая и самая великая страна. Так что у нас есть, что охранять. И кем охранять? Я думаю, мы дальше будем проводить работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. А к вам хотел бы обратиться, что у вас есть живой пример. Как здесь стоит живая музыка? Впервые я вижу, что именно живая музыка. У вас есть живой пример. Пример генерала Гаджиева, на котором надо строить работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. А вас, дорогие мои, еще раз, есть такая уникальная возможность у меня впервые прийти перед вами, выступить, поблагодарить вас и поздравить с новым 2018 годом. С праздником! Спасибо, Адиль Алисламович. Учимся в школе, получаем знания. Благодарим учителей. Есть еще одна категория друзей, одноклассники. Гордо носим это звание. Наравне с родными братьями считаем их. Однокласснику Тагир Минепалаховичу Абдулаеву Имама Керимовича хочу я пригласить для выступления. Спасибо, уважаемые ведущие. Я, прежде всего, сегодня это прекрасное и торжественное мероприятие. Я хочу обратиться к молодому поколению величинцев, потому что они, наше будущее, за ними перспективы и живой пример нашего генерала, моего одноклассника, нашего одноклассника Тагира Минепалаховича Гаджиева, является для них прекрасным примером. И пусть это послужит вам, молодые ребята, хорошим уроком, что в жизни можно достичь всего упорным трудом, целеустремленностью, чтобы вы могли на его примере расти и говорить, что я тоже стану генералом, а может и маршалом. Я хочу поздравить с этим днем всех беличинцев, жителей поселка, семью Гаджиев, Вестухум Гаджиев с этим прекрасным днем, с рождением генерала в семье, с рождением генерала в поселке Беличи. Пусть эта улица будет прекрасной, одной из лучших в Дербенском районе поселки. Пусть все ваши дела, все наши встречи будет только по хорошим случаям. Я хочу пожелать всем здоровья, прекрасного, долгих лет жизни. Про Тагира говорить можно много, потому что генералами становятся лучшие из лучших. Обычные ребята могут достичь заоблачных высот. Тагир таких высот достиг в жизни своей упорным трудом. Пусть он послужит примером всем. В Беличах пусть рождаются еще генералы, а Новый год принесет нам имя нового генерала. Спасибо вам всем. Много выпускников славных прошли через эту школу, много было директоров. Сейчас действующий директор, который всегда принимает участие во всех мероприятиях, начинаниях, посвященной имени нашего генерала-земляка Тагирмена Тлаховича Имара Олефиндиевна, директор школы номер один. Добрый день, уважаемые билиджинцы. Мы сегодня сердечно приветствуем столь высоких гостей. Всех их вы и в лицо знаете, и по их делам знаете. Поэтому я их заново не буду называть. Но вы знаете, что благодаря этим людям у нас происходит очень много хорошего, позитивного, правильного в жизни не только поселка, но и всего Теребенского района. Я очень благодарна и высоким гостям, и жителям поселка Белиджи за то, что они внесли, поддержали и привели это в торжественное мероприятие. Нам повезло. Среди нас есть выходец столь высокого уровня. Мы сегодня в школах воспитываем детей не по картинкам, мы воспитываем их на живых примерах. Наша школа гордится тем, что из ее стен вышел такой достойнейший человек, на которого может равняться и равняется молодое поколение. Еще раз поздравляю нас всех с названием улицы именем генерала Гаджиева. Уважаемые друзья, сейчас хочу пригласить всех наших уважаемых гостей на церемонию разрезания ленты для открытия, которая названа именем генерала Гаджиева Тагир Минет-Улаховича. Бесстрашие мотах, спасли мы русский флаг, и дом родной, и наши песни. А коль придет в видах, собою мы тогда отчизну дослоним, друг мой. Служи к России, суждено тебе и мне, служи к России, удивительной стране, Где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, Мы будем верою и правдою служить России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Айна, чан-зи Айна. 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 Учись, закай, хабар, казач, нази, айна, чан, айна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok